компания подростков приехала вот на это место где находится шалаш ну где-то примерно около трех часов влад с жумаевым максимом и янченко дмитрием приехали позже позже но я пример не знаю ну примерно где-то полчаса у них да может пол четвертого может без 24 вот то есть они вот здесь отдыхали вот этот стол за которым они сидели вот этот шалаш на который они залазили ну вот здесь костер ну потому что по показаниям они говорили что они в семье сижали шашлык получается да вот этой лавочки не было лежала просто да на земле то есть это уже потом когда поиски были то есть вот эта свалка вот видно что здесь сейчас мусор кругом причем в виде видео такого не было было чисто все то есть никакого мусора там даже на видео видно что мусор валяется как бы вот это видео которое она есть в итоге ничего не было вот здесь вот на вот этой крюсе когда мы еще не знали про видео вот были обнаружены ну видно было что кто-то лез на этот шалаш ну вот здесь вот эти следы а еще хочу сказать что он на видео четко видно что у лада кровь 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 и на руке кровь просто он же и обшалаш терся рукой этой но в итоге ни следов ничего нету и собака ничего запах крови вообще даже ну как бы не подходила вот ну а потом ребята показывали вот это направление сначала за помойку за свалку потом я видела валера показывал даже в эту сторону что он уходил вот то есть вот сюда останки нашли ну как раз вот в этом 1200 метров прямо туда ну там них но если так брать то вот это направление совсем прямо там а а Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Два года не могли расследовать! Они его поймали, нашли, а толку-то? Он поехал в дурку отдыхать, но... Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Вот что остается! Как раз морозик в ту ночь был! А то есть... Кши же бы замерзли просто и все! Да! Даже если бы он и в морозик он бы проломил верхнюю корку и след бы остался! Как минимум! Да! Если бы он переходил бы! Вот еще! И без грязи лежал в болоте! Нет! Как минимум! Налипла бы вода все равно! Он не размоет! Шнурки на месте два! Они в том же состоянии, в котором они... Шнурки не были рваные, задетыми ветками! Ну, понятно! Как раз это не видно! Все очень хитро! Надо бы еще дотащить все! Нет, сюда можно добавить! Мы же ветками платили! Аккуратно! его с вами аккуратненько! Да! Сюда иди, папа что-то. Сюда выходи, иди за мной, у меня поспогриваешь, чем у тебя. Олега засосёт. Сюда? Сюда? Отлично. Сюда. Сюда. Сюда? 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 Вот он по всему здесь жутоку. Ну вот так вот и тесаком. Сюда? тут ну залито все вот так вот залито вот именно этот участок если бы он бы допустил чтобы с оттуда с оттуда все залито все залить он бы даже там бы замерзли вот до сюда мы доезжали на вездеходе я просто не уже было состояние все-таки нового алкоголь и как минимум это мне в этом суть да просто о том то что обычно тяжело идти по факту ночью и я просто помню когда я поделюсь 15-15 пили кинем коктейльчики до дома до дома до дома тяжело было идти когда отходняк начинается у тебя сил все ты хочешь на одном месте может сесть и сидеть а друзья ничего не говорили которые не были тут вообще или особо друзей не такие друзья и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Прошу посмотреть целую серию других роликов об Агафе Лыковой, которые набирают популярность на нашем канале. Ссылки оставлю в описании и в верхнем закрепленном комментарии. Под одним из роликов обсуждается двойное убийство, которое совершил Александр Бештальников, бывший послушник Агафьи Лыковой, который помогал ей по хозяйству в 2014 году и жил у нее на заимке два месяца. В комментариях под другим роликом жарко обсуждается ссора из-за Агафьи, двух бывших губернаторов Тулеева и Зимина. Под третьим роликом обсуждается новоявленный племянник отшельницы, который неизвестно откуда появился и прилетел к ней на вертолете. Посмотрите эти видео. Прошу подписаться на канал и поделиться этим роликом во всех ваших социальных сетях кнопкой под видео. Вот на этом месте? Да, но тогда не было воды. Не, ну вода непредсказуема. Ну вот это оно вот так вот на возручном. А вот его место. Вот он лежит этим кустиком. Вот получается вот здесь. Вот получается. А это что вообще? Это разрыли. Это садики видать. Потом рыли. Вырывали до конца. Вот этого не было. Здесь ничего не осталось? Блин, на самом деле... Может еще кто-то рыл? На самом деле просто в чем смысл? Я почему спросил про останки, когда сказали, что не все забрали? Вот там, вот это да. Нужно было взять просто. Сидели, смотрели. Вот вот здесь вот. Все. Вот вот здесь. На этом месте мы туда находили кусочки. Вот здесь все. Это да. Сейчас вода. Только не топчутся. Да нет, не топчутся. Вот это вот. А здесь перерыто. Уже все, перерыли. Мы тогда здесь были последние... Что-то искали, видимо. 5-го февраля. Нет, 6-го февраля. Вот этого не было. Сюда еще кто-то приходил. Где кто-то? Вот на этом месте. Веточку вставлено специально. Там вот в канаве. Да, кроссовки. В это его вон. Какой? Вот в этой в первой? Да ладно. Да, кроссовки. Нет, ну как минимум уж извини. А нет, было тут следов каких-то нет? Да нет уже. Нет, ну в то время не замечали. Это даже уже осень прошла. Здесь два опала. Ну сколько месяцев прошло, конечно. Да, не в этом смысл. Почему? Смысл в том, глубокие какие-нибудь эти... Это нормальное явление. Вот как бы ну ты вот наступила. Здесь и здесь все, вроде. Да. И вот здесь крылья. Наверное. Наверное. Крылья не. Не, просто я одного не пойму. Я помню коптер. Здесь пустое место, да. Да. А тут вообще деревня. Нет, там деревья, они есть. Вот это дерево. Вон она. Фотография сейчас сверить. Да, фотография есть. Есть она. Сверху сейчас носить. Ну вот этих-то нет. Она развернута. А-а. Плохо видно. Что еще? Я показываю просто место. И вы будете потом крутить вертетель. Ориентир вам смотрите. Вот этот сухой облом. Надеюсь. И вон оси не нарабатанная стоит. Ага. Она так хорошо видна с фотографии. Не, просто там прямо на фотках, как будто голое место. Как будто полянка, такой редкий-редкий лес. И вот. Ну, километр сколько учился. Ну, это. Да не, не, ну это нереально. Вот это по такой фирме. Я верю в случайности, но не в такой степени. Извините, конечно. Подошли мы за 32 минуты. По дороге. По дороге. По дороге. Просто вода. Так, что я еще хочу. А есть секрет? Олег. Олег, ты куда вот опчешься? Нет. Нет. Нет, там не опчешься. Ну, когда его на шине было сухо. Здесь вообще было сухо. Была влажность. 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 Подобие вот этого. Ага. Ну. Просто сейчас же дожди шли у нас тут. 34 минуты мы снимаем просто дорогу полностью. Ну, это не полная дорога, понятно. Просто сам подход. Нет. Здесь важно показать, потому что я видел там такие комментарии. Вот, ты по-любому сам дожил. Здесь здравом у меня даже не дойдешь. Вот, я вот даже отсюда машину слышу. Нет, 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 не пехника. Дорога, потому что тут здесь рядом. Да, сигаретка, пожалуйста. Вот она та дорога. Вот она, аспальта. Она получается вот здесь вот. Получается километра. Ну, вот он приблизительно он вот так вот. По своей дороге километрах 900. Кигаретку куда подпитки мы? Если он шел в клуб. Нет, ну, опять. А есть палка толстая? А, да, коп. Нет. Копали, копали, копали. Есть какая-нибудь там палка такая? Нет, я вижу со своей стороны. Смотри. И вот просолки плавали вы здесь. Песок злина на какой-нибудь? Сорока сантиметров глубинен. Да нет, тут песка злина. А здесь нету. Земля. Это земля. Это не грей, Олег. Это земля белая такая. Литкая. Да нет. Кросолку, да нет. Если, а вот такого пути не может быть? Не такого, не такого. Ну, там... Ну, понятно, что там не было следов. Там больше будет залито. Еще больше? Да. Потому что до того места доехать абсолютно легко. Как показывает практика. Учитывая, что ездят грузовики. А под грузовик можно и проехать. А тут пройти. Не за вашей, а я за сведополку. Ну, видать, наверное, зубушку получили. Чтобы хорошо работает. Нужно брать или куда-нибудь? Тащили, если у него порванные все в хлам штаны были, значит, его тащили. Да? Ну, я не знаю, что со штанами. Да откуда, кто знает. Они просто изорваны все. А трусы церевят? И в такие она уже просто скрутилась. Синтетика хлопок? А, хлопок штаны. А нижней белесы? Трусы? Ну, вот как сейчас носится. Ну, хлопок и эластан. Да. Трусы в идеальную состиленную. Хивить, блядь. Даже от дороги тащить его, это было что-то с чем-то. Вот, дорога, вот мы проходили. Вот доехать можно досюда. Вот так пройти 10 минут. Здесь особо таких следов-то может не быть. По факту. Так самое главное, мне еще тоже интерес такой, ну, интересный парк. А, зверье никакое не растянуло. Да? Вот здесь вот. Нет, ну, мы не видели зверей. Нет, ну... Собаки по лесу бегают, господи, дикий. Зарубки какие-то даже есть. Вот здесь рыли. А? Здесь все прорыли. Да. Дай мне сигарету. Олег, ты кому? То есть там везде вообще по факту можно стоять? Да, везде можно. Здесь везде можно стоять. Ну, я и мужчина хозяин. А, есть, конечно, места такие? Да. На мясном, где земля? Что у меня? Провод? Хвостики оторваны, да. Тихостики оторваны. Ну, что он такой? Для гупров? Да, на всех случаях. Ну, то, что зверю не растащил, тоже странно. Сыну. Зверь зверием, блядь, вот эти просписы. Вот, косточка лежит. Это не косточка, а трава. А трава такая? Казалось, извиняюсь. Я уж понял, что трава трубчатая, да? Показалось просто, как будто трубка такая торчает. Да? Ага. Здесь рыли, рыли, очень сильно рыли. Ой, здесь у меня ничего нет. Ракурс. Ну, мы здесь уже все почистим, я думаю. Вот, взяли. Сиди, рассмотрели, вот, и здесь вот. Все, вот, и здесь, на эту дверь, там, и туда. Никогда здесь были последние. Мы-то искали, видимо. 5-го. А, глубоко. 5-го февраля. Нет, 6-го февраля. Вот этого не было. Сиди, еще кто-то. Здесь, там, да? Вот там, вот, в канаве, да, кроссовки. Вот, вот. Какой, вот в этом, первый? Да. Да ладно. Да. Кроссовки. Нет, ну, как минимум, что здесь... А, не было тут следов каких-то, нет? Да нет, конечно. А, нет, ну, как минимум. Нет, ну, как минимум. Мы не знаем. Куда ж она за осень прошла? Здесь, здесь. Я бы не сказал, что похожи на штыки лопатные. Я показываю просто место. Ориентируем, смотрите, вот этот сухой облак на дереве. Так. И вон осень на рогатах стоит. Ага. Она так хорошо видна с фотографией. Нет, просто там прямо на фото, кажется, прямо было и место. Как будто полянка такой... Стоп. Вот я вот даже свою машину слушал. Отрывали. Ну, это уже полутруха. Это не косточка, а трава. А трава такая? Да. Показалось, извиняюсь. Подними. Я ж понял, что трава... Трук-четыре. Ага. Показалось просто, как будто трука-то... Ну, да. Оно и водки же такое непринажное. Ага. Случайность. А последний сигнал телефона не обнаружил? Сигнал телефон там остался. А, там остался. Телефон там, а сим-карта... Изъяли, да, я нажимаю? Ну, изъяли, да. Телефоны забирали. Прошу посмотреть целую серию других роликов об Агафе Лыковой, которые набирают популярность на нашем канале. Ссылки оставлю в описании и в верхнем закрепленном комментарии. Под одним из роликов обсуждается двойное убийство, которое совершил Александр Бештальников, бывший послушник Агафьи Лыковой, который помогал ей по хозяйству в 2014 году и жил у нее на заимке два месяца. В комментариях под другим роликом жарко обсуждается ссора из-за Агафьи, двух бывших губернаторов Тулеева и Зимина. Под третьим роликом обсуждается новоявленный премиальник отшельницы, который неизвестно откуда появился и прилетел к ней на вертолете. Посмотрите эти видео. Прошу подписаться на канал и поделиться этим роликом во всех ваших социальных сетях кнопкой под видео.